Коренная одесситка Ларочка. Кудельман с детства была очень голосистой девочкой. За таланты трудолюбия она в достаточно молодом возрасте уже стала известной артисткой в Советском Союзе. Правда, фамилию отца пришлось сменить на фамилию матери. Предусмотрительная девочка хорошо понимала, что с фамилией Кудельман большой артисткой в Советском Союзе не стать. То ли дело Долиной. Оказалось, право. Карьера Ларисы Долиной всегда развивалась хорошо. За необычный тембр голоса и манеру исполнения она быстро полюбилась советскому телезрителю. Много гастролировала по городам и весям необъятного СССР. Потом, когда СССР распался, она уже стала выступать как артистка из Российской Федерации. Сначала стала заслуженной артисткой, но потом уже и народной. Лариса Александровна имела много концертов за рубежом. Ее всегда тепло и горячо принимали. И гастроли ее всегда пользовались невероятным успехом. Так было до 2014 года. Когда Лариса Александровна, которая, по ее словам, всегда честно жила, вдруг осознала, что кроме музыкальной деятельности, она заботчена вопросами геополитики и исторической справедливости. И она без зазрения совести поддержала. Аннексию Крыма, потом вторжение на Донбасс, но в 2022 году стала в открытую рупором российской пропаганды, где, используя любовь своих телезрителей, она призывала граждан идти на СВО поддерживать Владимира Владимировича Путина. Но в 2022 году в одном из своих последних интервью, зачем-то нарядившись в стиле Гарика Когородского, Лариса Александровна поделилась, что она не может поехать в родную Одессу, в которой у нее друзья. Там у нее близкие подруги, с которыми она дружна уже более 50 лет. И она искренне не понимает, почему. Наверное, в силу своего возраста Лариса Александровна запамятовала, как буквально пару месяцев назад на одном из своих больших концертов она прямо со сцены сказала «бейте наших врагов, ребята». Полагаю, что под врагами Лариса Александровна имела в виду родных одесситов, на которых ежеминутно летят российские ракеты. А еще Лариса Александровна очень опечалена тем, что она попала под санкции маленькой и очень недружественной натовской страны Латвии. Там у нее в Юрмале маленькая и очень уютная квартирка в пяти минутах от моря. Она очень любит Юрмалу и всегда проводила там все свои летние каникулы вместе с детьми. А теперь она не имеет такой возможности. Если бы Лариса Александровна чуть-чуть меньше любила бы Владимира Владимировича и чуть-чуть больше уважала бы себя, ей бы не пришлось идти на сделку со своей совестью. Ну а так, что я вам имею сказать? Как говорят у нас в Одессе, любовь зла полюбишь и Владимир Владимировича.